Кстати, вот мощная статья про гипертоническую болезнь. Как, можно так сказать, раз и навсегда избавиться от гипертонии. Я все это дело хорошо разобрал, различные подходы. То есть мне для себя важно было установить гипертонию разновидности, процессы, происходящие в организме при развитии гипертонической болезни. Что надо сделать? Причины гипертонии, кстати, зная причины, можно воздействовать на них и следствие устранить. Так вот, причина это, это, вот как раз и пишется, я тут выделил, психоэмоциональное возбуждение. Теперь нам остается ответить, что вызывает изменение установки этого нервного аппарата, ну там, нервный аппарат, который действует на сжатие и расширение кровеносных сосудов. Так как сосудистая реакция носит общий или, по крайней мере, распространенный характер, то ее вызывают механизмы, расположенные в центральной нервной системе. А это значит, что согласно физиологическому учению Павлова, раздражение поступает из внешней среды. Кто-то сказал вам, вы там такой-сякой и так далее, а вы ха-ха-ха на это отреагировали через первую, вторую сигнальную систему, сюда-отсюда. И этим раздражением является психоэмоциональное возбуждение, которое в высших отделах головного мозга создает застойные очаги возбуждения, то есть у вас тут застоялось, и именно это приводит к чрезмерному аппарату, к чрезмерно сильному и длительному спазму крови. То есть это, и именно это, и этим раздражением является психоэмоциональное возбуждение, которое в высших отделах головного мозга создает застойные очаги возбуждения, и именно это приводит к чрезмерно сильному и длительному спазму кровеносных сосудов, поднимающих артериальное давление. Научиться реагировать на вот эти сигналы совершенно иначе, без волнения. Профилактика лечения гипертонии, вот здесь шкала стресса, которая наиболее сильно действует на человека и провоцирует подъем артериального давления. Со всем этим можно справляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова